В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Широкую масленицу отметили в Наринмаре жители и гости окружной столицы в воскресенье. В поселениях округа и в Наринмаре новые случаи возгорания недвижимости. Один из пострадавших хаткинчан доставлен в больницу. С крестным ходом в городище Пустозерск к месту, где раньше располагался соборный храм преображения Господня. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие выходные дни в Ненецком округе зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших жителей Наринмара, искателей и Омы. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 37 пациентов. Из них в Национаре получают лечение 12 человек. На амбулаторном лечении 25 человек. В регионе зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 335 человек. Напомню, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для пребывающих в регион отменен. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Наринмаре и Заполярном районе можно через портал Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также своей медорганизации. По состоянию на конец минувшей недели прививку от коронавируса в Ненецком округе сделали 2757 человек или 5,6 процента населения. Сразу несколько пожаров произошли в Ненецком округе на прошлой неделе. От огня пострадали складское помещение, хозяйственная постройка и жилые дома в селах. Александр Литкова расскажет подробнее. Самые серьезные последствия вызвал пожар в жилом доме в селе Коткино. Здесь ожоги головы и обеих рук получил один из жильцов. Пострадавший бортом санавиации был доставлен в Ненецкую окружную больницу. Дом 80-х годов постройки. Получается, половина дома, одна из квартир, это муниципальная наша, то есть там проживал человек по договору собственного има. А вторая, это частная квартира. У нас там молодая семья, проживает учитель в школе и дезилистная станция. Возгорание было обнаружено ранним утром 13 марта и было ликвидировано в течение полутора часов. В тушении были задействованы три сотрудника противопожарной службы и 10 человек из числа местного населения, а также пожарный автомобиль и две мотопомпы. Развернулись очень быстро. Единственное, спасли бы дом, если бы вовремя обнаружили пожар. Потому что, когда жильцы все спали, во-первых, и когда уже было обнаружено, уже задумленно сильно было, даже политические вещи ничего не успели спасти. Дом восстановлению не подлежит. Оставшиеся без крыши над головой жители временно размещены у родственников. Сейчас решается вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда. Предварительная причина возгорания в системе отопления. У нас получается, там причина возгорания – это нарушение эксплуатации печного оборудования. Ну, то бишь, где-то что-то пошло не так, и от котла загорелся помещение котельное, и пошло это всё дальше. Дальше-дальше ушло на крышу. Возгорание в жилом доме также произошло в посёлке Харивер. Здесь обошлось без пострадавших. Дом подлежит восстановлению. Тоже был утренний вызов. Это где-то 7 часов 3 минуты. Пришло сообщение в подразделение отдельного поста в посёлке Харивер. Оба, в Оскаране, вот этого дома по этой улице Береговой. По приезду туда было обнаружено задымление одной из квартир. Очаг задымления находился в районе котла под полом, где-то там. От огня пострадала хозяйственная постройка в посёлке Харута. А в Нарьинмаре пожар случился в складских помещениях в районе улицы Рабочей и в здании по улице Авиаторов. Потому что не первый раз у нас туда и пожарные выезжают, не первый раз сюда инспектора привлекаются для проведения проверок по фактам возгораний. Так что к этому дому, так скажем, у нас особое внимание. По результатам данного происшествия, скажем, строение дома не пострадало. Там всего скорее либо детская шалость, либо неосторожное обращение с огнём. Но в силу того, что вовремя поступило сообщение в пожарную охрану, силы и средства среагировали, так что к тяжким последствиям это не привело. Причину возгораний на всех объектах выясняют дознаватели. По статистике, в основном они происходят по вине человека. Основная масса пожаров, она происходит по-прежнему в жилфонде. То есть здесь опять мы настоятельно обращаемся к собственникам жилья, соблюдать требования пожарной безопасности, не терять бдительность при топке печей, при пользовании электроногревательными особенно приборами, не оставлять детей без присмотра. Добавлю, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров в Ненецком округе возросло в три раза. С 16 до 45 в этом году. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. С крестным ходом в Пустозерск. Традиционно в первый день весны, по старому стилю 14 марта, прихожане Богоявленского кафедрального собора отправляются в Пустозерск, чтобы совершить молебен на месте, где раньше располагался один из храмов, канувшего в лету городище. Вместе с ними в путешествие отправилась Ольга Руссул. Подробности далее. Каждую весну белая снежная безмолвие Пустозерска нарушается молитвой. Сюда идет крестный ход. Сначала по реке на триколах, снегоходах и воздушной подушке. Потом утопая в нехоженном снегу по сугробам заповедного Пустозерска. Прихожане Богоявленского собора идут к намеченной цели. Среди постоянных участников крестного хода представители всех уровней власти. Когда мы говорим о скрепах, это прежде всего духовные скрепы. И поэтому здесь надо уже каждому, ну, наверное, не просто говорить об этом, а просто исходить в своих поступках, желаниях, наверное, именно из этого. Не просто нужно верить в Бога. Нужно еще и уделять свою часть времени с тем, чтобы можно было пообщаться, соприкоснуться, поговорить о любви к ближнему, с тем, чтобы можно было прийти сюда с детьми и передать вот это наше великое веру в Бога, с тем, чтобы каждый был сопричастен. Среди прихожан, отправившихся в крестный ход, немало детей. Они вместе со взрослыми стоически переносят трудности перехода. Я каждый год принимаю участие в крестном ходе. Мне очень нравится, даже если я хожу по сугробам. Согласно традиции, крестный ход проводят в первый день православной весны, 14 марта, на городище Пустозерск, первого города русской Арктики, основанного в 1499 году, на том самом месте, где раньше располагался соборный храм преображения Господня, проходит молебен. Слава тебе, царю небесный! Дата 14 марта, память святой мученицы Евдокии по православному календарю и начало весны по старому стилю выбрано не случайно. Православные в этот день отмечают прощенное воскресенье, окончание масленичной недели, сразу за которой последует один из самых строгих постов. И ощущаем, что должны быть достойны этого великого зребия, чести и пути, которым идет великая Россия, неся истину Божию, свет, добро, а в наше время неся это сокровище духовное всему миру, который так оскутил этими насущнейшими добродетелями, без которых не может быть человеческий род. С праздником! И как всегда, какой бы пасмурной ни была в этот день погода, какие плотные облака не закрывали небо над Пустозерском, после молебна вышло солнце. И все, без исключения участники крестного хода, отмечают невероятную благость, которую ощутили по окончании молебна. Когда такие благие дела совершатся, настроение всегда хорошее. И настроение, как вы видели, даже вот в таком облажном небе, когда идет снег, у нас проявилось солнце, прошел луч. Поэтому это действительно чудо, и я очень рад, что меня пригласили в этот крестный ход. Особые походы, особые походы веры и близости к чувству, не близости Бога, потому что здесь особое место и молитва владыки. И причем ты не думаешь об этом, что происходит, но тут вдруг понимаешь, что что-то произошло. Ты шел туда один, а возвращаешься другой. Иду с благодатью, с Божьей помощью, благодатью, а нужно для себя, для души, для веры, для того, что здесь было такое далекое прошлое, и тоже все время святое прошлое, да, вот, история нашей России, северокрайнего нашего округа, вот поэтому это очень хорошо. Сотрудники музейного объединения в этот день также провели экскурсию и рассказали о Пустозерске. Форпосте русской государственности и русского православия на Крайнем Севере для тех, кто побывал здесь впервые. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». 14 марта жители и гости нашего города проводили зиму. Масленичная неделя завершилась народными гуляниями. О том, как проходила всеми любимая масленица в сюжете Елизаветы Кабановой. Вот и подошла к концу масленичная неделя, завершившаяся большим народным праздником масленицей, любимой всеми поколениями от мала до велика. Скрещение языческих славянских традиций Старой Руси и православия сплелись в яркие незабываемые народные гуляния с неизменным сажением на широкую масленицу и ее чучело, символизирующие начало весеннего воскрешения природы. Неизменный атрибут яркого веселого праздника, конечно же, На самом деле, хороший праздник. Главное – правильно к нему подготовиться. Из-за пандемии в нашем округе давно не было народных гуляний. Поэтому они собрали на площади Марацей большое количество жителей и гостей окружной столицы. Кто-то приходил с семьями, кто-то вместе с друзьями. Были и те, кто пришел на весенний карнавал в одиночку. Но неизменным осталось то, что всех здесь окружала атмосфера веселья и радости. Ощущение легкости, позитива, хорошо, здорово. Я сначала вообще на Лужней России была, ну, девочки тоже. Потом мы сюда приехали, сразу что-то начали друг друга искать. Сначала погадались в горки, потом все время смотрели на масленицу, все время хотели что-то купить и все время каждый бегал, смотрел, чтобы сгорела ли она, сгорела. И, наконец, ее увидели. Не обошлось и без казусов. Из-за всеми любимой традиции сжигания чучела. Огненные лоскутки падали на близ стоящих людей. К примеру, Юрий Артеев надолго запомнит масленицу этого года. Много народу, все было прекрасно. До той поры, пока не загорелась масленица. В итоге полетели огненные остатки ее. И, собственно, вот сгорел. Здесь шапка, здесь куртка. Саму масленицу любят не только гости фестиваля, но и непосредственно люди, которые принимают участие в создании праздничной атмосферы. Девушки и парни в традиционных ненецких нарядах стали одним из главных украшений фестиваля. А местные жители старались сделать с ними совместную фотографию. Мне нравится масленица просто тем, что народ постоянно гуляет. Постоянно. Ну, это блины, это что еще? Хороводы, песни, пляски. Народные гуляния завершились сжиганием чучела. Старинный русский обряд означает прощание с зимой и символизирует начало новой жизни. В Древней Руси в этот день начинался Новый год. По преданию, весна вступает в свои права, как только сгорает последняя соломинка. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Из поколения в поколение. От отца к сыну, от матери к дочери передается опыт и мастерство народных умельцев. О том, как рождается ремесло, в следующем материале нашего корреспондента из Харуты. Легким движением руки в свет выходит национальный узор для будущей паницы. Светлана Михеева настоящий мастер своего дела. Все вручную, никаких швейных машин. Все так, как учила ее когда-то мама. Вот сейчас вспоминая свое детство, мама нам замачивала с вечера камусы, пока норму свою не выделаешь ни на улицу, ни в кино, никуда. И поэтому потом уже, когда всему научишься, уже ты просто творишь, и тебе это несложно. Самое главное, чтобы тебе это все нравилось. Если не будет нравиться, то вот этого ничего не будет. Светлана не только мастер, но и наставник. Накопленные опытом знания передает будущему поколению. Преподает технологии в школе поселка Харута. Учит девочек буквально всему. От заготовки сырья до различных техник выполнения. Чтобы как бы заинтересовать, даешь пока легонькую работу. Вот даже вот такие маленькие бурочки, вот видите, да? Он как бы и сувенир, и так же как бы одевает куклу. И поэтому тут смотришь, смотря какой мех. Если это пыжик, это пыжик, ну это олененок маленький, да? Он у нас, значит, легкий, мягонький мех. И они начинают с легкого. Ну а потом, если мы уже шьем тапки, если мы шьем уже заготовки, ну вот эти бурки, тогда, конечно, уже сложнее получается. Все зависит от меха. Лисичку тоже очень легко шить. Она потому что мягкая. Норку тоже очень легко шить. И поэтому они смотрят. Если их заинтересовало, они, конечно, там не будут смотреть. Сложно, несложно. Им хочется это сделать. От рукавичек до традиционных национальных нарядов. Юные мастерицы умеют практически все. Здесь все у нас натуральный мех. И сукно. Декорировано все национальными узорами. Непозволительно скрывать свои таланты. Поэтому Светлана выезжает на различные конкурсы, показы и праздники. Мастерицу своего дела приглашают на мастер-классы и семинары не только в Наринмар, но и на Большую землю. Вот эта у нас куколка участвовала в Москве. Сейчас я победила, значит, была победителем. Она выиграла первое место. Как же, забыла, как конкурс называется. Сокровище Севера. И полностью весь наряд, начиная с обуви, значит, шапка национальная и меховая такая паница. Светлана не стоит на месте. Постоянно придумывают новые образы и изделия. Ненецкие узоры украшают не только традиционные костюмы, но и новые аксессуары. Чехлы для телефонов, флешек, косметички, сумочки и многое другое. Участвовала у нас тоже в конкурсе в подиуме, ну, с комплектом. Шьём вот такие, как шапки капор, но тоже уже немножко на современный лад. Ну, это хорошо, когда вот на Новый год, ещё куда-то, да и так можно носить. Старым методом на новый лад. Теперь декор одежды стал ещё более занимательным. Светлана Михеева увлекает учениц своими идеями. В 2019 году делали мы подиум, проводили подиум. Вот, и допустим, вот на тех изделиях, да, вот видите, да, мы уже декорируем современную одежду. Декорируем. Вот, паница тоже в современном стиле. Дальше изготовляем сувенирчики из тоже брусового материала, чтобы было и недорого, но в то же время и приятно было смотреть. Прикоснуться к искусству. Посмотреть работы Светланы Михеевой жители региона смогут на ежегодном празднике Бурандей, который пройдёт в эту субботу, 20 марта. Елизавета Кабанова, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», посёлок Крута. В минувшее воскресенье в регионе в очередной раз стартовала «Лыжня Россия». В гонке принимали участие не только спортсмены, но и просто любители лыжных прогулок. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Уверен, что в этом забеге тоже стоят будущие чемпионы. Ребят, я желаю вам успехов, получить удовольствие от этой гонки и поздравляю вас с этим большим спортивным праздником. Воскресное утро началось для жителей Наринмара со спортивных стартов. Уже ставшая традицией лыжная гонка в 14-й раз прошла в Ненецком округе. 210 участников от самых маленьких до уже взрослых опытных горожан. Дистанция, значит, у нас официальная дистанция, которую нам даёт Министерство спорта России, это 5 и 10 километров. И для того, чтобы нам подтянуть, пригласить, так скажем, на участие большее количество людей, мы ещё дополнительно сделали дистанции, которые для детских садов предусмотрен 500 метров и по возрастанию на километр, на два, на три. То есть это для того, чтобы могли поучаствовать все возрастные группы. Гонку открыли мальчики, которые только начали свой путь в лыжном спорте. Но, несмотря на свой юный возраст, борьба на лыжне среди них развернулась нешуточная. Были и досадные падения. На финише у некоторых ребят даже отстёгивались лыжи. Но это не остановило их от пересечения финишной прямой. Очень переживали за сегодняшний старт. Соревнования переносили из-за погодных условий. Ребёнок готовился. А до этого практически месяц из-за морозов просидел дома. То есть не занимались. А так спасибо, конечно, организаторам. Очень много детей. У нас стартовало в первом забеге 50 ребят. Ну, когда я чуть-чуть замёрз, я чувствую, что я чуть-чуть мельнее стал. У девочек также развернулась борьба за победу. Желание обогнать своих соперниц и выиграть гонку – вот что мотивировало юных лыжниц выложиться по полной. Но в лыжне России участвовали не только юные спортсмены. Обычные жители нашего округа также решили проверить свои силы. Любовь к прогулкам на лыжах, поддержка своих воспитанников и друзей. Для некоторых целью была не победа, а участие в спортивном мероприятии. В этом году просто у меня воспитанники бегут, и я тоже решила, предложили, сказали, вот нужные участники для лыжни России назначили, и мы решили принять участие. Почему бы и нет? Все участники получили призы на финише, а тем, кто занял призовые места, вручили грамоты и медали. Победители же получили кубок – символ спортивных состязаний. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.